Приветствую слушателей Пафин Кафе. Напоминаю, что эта запись появилась благодаря подписчикам на Патреоне. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Аркадий Аверченко. Отец. Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице с оживлённым, озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемой несколькими дюжами-носельщиками, обременёнными тяжёлой ножей. Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца, взбирающимся по лестнице в сопровождении кряхтящих и ругающихся носельщиков. Мой отец был удивительным человеком. Всё в нём было какое-то оригинальное, не такое, как у других. Он знал несколько языков, но это были странные, ненужные никому другому языки, румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать. Такой-то был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот, до того низкий, что казалось он выходящим из-под его ног. Любил отец столярной работы, но тоже они были как-то ни к чему. Делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то удовлетворённый говорил, такую штуку можно продать не меньше, чем за 15 рублей. А материал стоил 30, подхватывала мать. Молчи, Варя, говорил отец, ты ничего не понимаешь. Конечно, горько усмехаясь, возражала мать. Ты много понимаешь. Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности с коммерческой точки зрения тех операций, которые в магазине происходили. Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом. Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила, лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть. «Ты ничего не понимаешь, Варя», – деликатно возражал отец. «Он очень хороший человек, две дочери в гимназии учатся, сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает. Да нам-то от этого что? Мало ли кто был на войне, так всем и давать в долг?» «Ты ничего не понимаешь, Варя», – печально говорил отец и шёл в сарай делать пароход. Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам, и когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошёл. «Ты ничего не понимаешь, Васька», – сказал сконфузившись отец. «Я любил книжки, а он купил мне полдюжины каких-то голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские от трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привёл в исполнение адский план. Открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своём месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу. В ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слёзы. Как всё в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычная его страсть покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие. Чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна, и чтобы все думали, что вещь куплена за 500 рублей, когда за неё заплачено только 30. Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топание многочисленных ног, крики и кряхтения. Мы вбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вёл за собой несколько носильщиков, обременённых большой странного вида вещью. «Что это такое?» — с беспокойством спросила мать. Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прихорошенький сюрприз. «Увидите!» — дрожат нетерпение, — говорил он. «Сейчас поставим его!» Когда его поставили, и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, он оказался колоссальной величины умывальником, смраморной, лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом. «Ну?» — торжествующе обратился отец к окружающим. «Во сколько вы оцените эту штуку?» «Да для чего?» — спросила мать. «Ты что?» — ничего не понимаешь, Варя. «Алёша, скажи-ка ты, сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?» Алёша, льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклонная душонка, сплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул. «Какая прелесть! Сколько стоит? Четыреста двадцать пять рублей!» «Ха-ха-ха!» — торжествующе захохотал отец. «А ты? Ты, Варя, сколько скажешь?» Мать скептически покачала головой. «Да что ж, рублей пятнадцать за него ещё можно дать?» «Много, ты понимаешь. Можете представить весь этот мрамор, красное дерево и всё! Стоит по случаю всего двадцать пять рублей. Вот сейчас мы его и попробуем. Марья! Воды!» В монументальный рукомойник налили ведро воды. Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости. Но зато, когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды. «Течёт!» — сказал отец. «Надо слесаря позвать. Марья! Сбегай!» Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку. Умывальник поселился у нас. Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника. Но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил, «Вы ничего не понимаете». У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный, отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему, покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок. Со всеми же другими поступал так, стоило только нажать на педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь. Потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била. Но струя не дремала. Увидев склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал. Иногда же умывальник вертел струей, как змея головою, поворачивал ее и кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую вертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву. Становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала. Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтение. Это отец, предводительствуя армии носильщиков, вел новую покупку. То была странная процессия. Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, а за ними двое несли странный точеный стержень. Сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием, величиной с крышу небольшого сарайчика. «Что это?» — с тайным страхом спросила мать. «Лампа!» — весело отвечал отец. «А я думала, тумба для афиш. Не правда ли?» — подхватил отец. «Пригромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили». Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и в виду самого странного, на редкость неудобного, тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение. «Ну, как думаешь, Алеша, сколько она стоит?» «Три тысячи!» — уверенно сказал Алеша. «Ха-ха! А что ты скажешь, Варя?» Мать, севшая в уголку, беззвучно плакала. С отца весь восторг сразу слетел, и он обескураженный подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову. «Эх, Варя, ничего ты не понимаешь! Васька, сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа?» «Семь тысяч!» — сказал я, обойдя вокруг лампы. «По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали». «Много, ты понимаешь!» — растерялся отец. Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин, 14 фунтов, налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее, тот самый, который украл шапку, то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпускать его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начадил, что соседи пришли спасать нас от пожары, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня. А громадная, необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и извительно прищелкивала своим крохотным красным язычком. Отец стоял перед ней в немом восторге. Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики. «Что еще?» — выскочила мать. «Часы!» — счастливо смеясь сообщил отец. Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом. По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек. Кто их и сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный, неуклюжий аппарат, со всеми частями болезненно, как в бреду преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подакрой. Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме. Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку. Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске. Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроке в одиннадцать часов вечера. Часы пригодились нам, как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат. Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носила стрепещущие и испуганные стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи. Мать назвала эту комнату «проклятой комнатой». Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшие из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые спускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым, зловещим хохотом и ржанием. Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили изумленные и испуганные. Комната была пуста, и только три крашенных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки. «Что ты с ними сделала?» — спросили мы мать. «Продала». «Много дали?» — спросил молчавший доселе отец. «Три рубля. Только не они дали, а я, чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром». Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот. «Много ты понимаешь. Теперь он умер, мой отец».